Школа-конференция молодых ученых проводится в Ивановском Институте химии и растворов Российской Академии наук ежегодно. Аспиранты, кандидаты и доктора наук целую неделю обсуждают насущные проблемы фундаментальной и прикладной химии. Географию участников охватывает почти всю страну. В Иваново на улицу академическую приезжают молодые химики из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска. Одна из целей – обмен опытом. Самое главное, как от всех конференций, это узнать из первых уст от людей, чем они занимаются, какие достижения есть в России и в нашей области, узнать что-то новое и обсудить с людьми, найти какие-то точки соприкосновения для возможных совместных исследований. Неформальное название конференции «Крестовские чтения» в честь член-корреспондента Академии наук Советского Союза профессора Геннадия Алексеевича Крестова. Он был крупным ученым, основателем ведущей научной школы химии и растворов и талантливым организатором науки. В памяти Геннадия Алексеевича в библиотеке института установили мемориальный стенд. Крестов взложил основы работы лаборатории института. Главная задача – развитие фундаментальной химической науки. Свою научную деятельность Геннадий Крестов начал в Ивановском химико-технологическом институте. Через два года после окончания аспирантуры молодому ученому доверили заведовать кафедрой неорганической химии. Еще через два Крестов стал проректором по научной работе, а уже в 40 с небольшим возглавил институт. Благодаря его инициативе и настойчивости в 1981 году был создан единственный в Иванове институт Академии наук – институт химии неводных растворов. Здесь были сконцентрированы высокопрофессиональные научные кадры для глубокого изучения фундаментальных вопросов химии. Под руководством Крестова институт стал признанным мировым научным центром, координирующим исследования в области химии растворов. За выдающиеся заслуги в области науки коллектив ученых во главе с Крестовым был награжден Государственной премией СССР. В 1994 институт возглавил выдающийся российский ученый, академик Алексей Митрофанович Кутепов. Развал экономики страны в реформаторских 90-х мог стать губительным для института. Огромная заслуга академика Кутепова в том, что он сумел на разных уровнях руководства страны отстоять академический институт в Иванове. С 2001 в течение 15 лет институт возглавлял заслуженный деятель науки и техники, лауреат премии правительства Российской Федерации профессор Анатолий Георгиевич Захаров. В сложный период, когда сократилось бюджетное финансирование фундаментальной науки в целом, Захаров направляет свою деятельность на сохранение и развитие научного потенциала института, получает импульс к развитию новой направления. В это время коллектив института получает высокие правительственные награды. Уже год институт химии растворов возглавляет доктор химических наук Михаил Киселев. Экономические реалии заставляют искать самые разные источники финансирования. Около половины бюджета, различные гранты на инновационные разработки, прикладные задачи. В среднем нужно говорить о низкой обеспеченности научных сотрудников финансами. Это совершенно определенно. Я могу сказать, с другой стороны, что в настоящее время есть достаточно такая понятная, осязаемая возможность для молодежи получать достаточное финансирование своих исследований в большей степени, чем для сотрудников среднего возраста. Инновационные разработки позволяют институту получать средства от промышленных производителей. Своеобразный перевод на коммерческие рельсы Михаил Киселев считает вполне оправданным. Несмотря на финансовые трудности, института полон оптимизма. Мне кажется, что в настоящее время, время такого полного цикла. Сейчас успешен в науке в том числе тот, кто умудряется, я вот именно сказал бы именно так, умудряется начинать с разработок в области фундаментальных наук и доходить до конечного цикла, до полупромышленных установок, например. И, собственно говоря, вот такое развитие от самого начала, то есть от тех ноу-хау, от новой разработки фундаментальной науки до фактического приложения, и в том числе промышленного применения, вот только в этом случае можно говорить об успешности. С момента открытия института прошло более 35 лет. На сегодняшний день в нем активно работает 13 лабораторий. В общей сложности здесь трудится больше 200 человек, половина из них кандидаты и доктора наук. Такой концентрации научных степеней в пересчете на штатную численность нет ни в одном институте региона. В одной из лабораторий института ученые исследуют свойства целлюлозы. Процесс получения этого полимера известен с 19 века. Промышленным сырьем для него, как правило, служит древесина. Масштабная вырубка наносит природе колоссальный вред, а значит, необходимо искать новые быстро возобновляемые источники сырья. Сотрудники института под руководством Анатолия Захарова работают над совершенствованием технологии получения и изучением свойств нано-кристаллической целлюлозы. Она обладает уникальнейшими просто-напросто свойствами. Ну, в частности, прочность на разрыв вот этой нанокристаллической целлюлозы в два с половиной раза выше, чем у углеродного волокна, всем хорошо известно, который сейчас и в самолётостроении, и в автомобилестроении используется. В четыре раза прочнее стали. Ну, я уже не говорю о других материалах. Древесину, как основной источник целлюлозы, здесь заменили однолетними травами, в частности, топинамбуром. По прочности стебель растения похож на бамбук. Переработка начинается с измельчения материала, затем волокна топинамбура отправляют в химический сосуд и добавляют в специальный раствор, разработанный здесь же. Далее состав ставят на водяную баню. В результате учёные получают микрокристаллическую целлюлозу. Она в основном идёт на фармацевтическую промышленность. Это порядка 80% из-за общепроизводимой микрокристаллической целлюлозы идёт именно на фармацевтику. И фармацевтика – это для получения таблеток. Кроме того, она идёт в косметическую промышленность. Гели получают на основании её различные. Работа над целлюлозой продолжается в соседнем помещении лаборатории. Один из этапов получения рабочего материала – применение механохимических методов, таких как обжиг в специальной печи. В лаборатории под руководством Александра Агафонова решают новые задачи. Одна из них – разработка фотоактивных материалов, образующих на поверхностях специфические покрытия. В зависимости от различных факторов они могут менять свето-пропускные свойства. Такие фотоактивные плёнки могут применяться не только в промышленности, но и в быту. Например, стёкла, которые будут изменять свой цвет под действием ультрафиолета или под действием прикладываем к нему напряжение. То есть прикладываем напряжение будет прозрачный, неприкладываем – непрозрачные, затемняющиеся. То есть вы можете свои стёкла домашние покрыть данными покрытиями, и у вас в зависимости от вашего настроения и желания будут изменяться их пропускающие свойства. Другой вектор исследований здесь – разработка составов, которые меняют свои свойства под напряжением. Этот, например, при нормальных условиях находится в жидком состоянии, но стоит подвести ток – твердеет. Такая разработка, по мнению учёных, может использоваться в качестве элемента коробки передач в автомобилях. Что касается планов на будущее, то плацдарм – материалы для наноэлектроники, причём электроники, получаемые методом принтинга, то есть печати на специальном принтере. Мы хотим продвинуть такую технологию, которая позволяла бы наносить слой за слоем необходимые материалы из растворов с помощью струйных принтеров. Для этого нам надо сделать растворы нанометаллов, которые бы обладали определённой электропроводностью, чтобы подводить электрический ток. Нам надо создать материалы, наночастицы материалов, которые обладали бы полупроводниковыми свойствами. Нам надо сделать новые технологии получения наноматериалов, которые бы обладали свойствами сигнета и пьезоэлектриков. И эти задачи также решаются у нашей лаборатории. Лаборатория физической химии лекарственных соединений – одна из самых финансируемых в институте. За время её существования был получен не один крупный грант на исследование. Занимаются здесь решением проблем, с которыми сталкивается фармацевтика при разработке лекарственных соединений, одна из которых – это плохая растворимость препаратов в желудочно-кишечном тракте. Задача, поставленная перед учёными, не из простых – разработать новые формы препаратов, которые не только бы хорошо растворялись, но и свободно проходили бы через мембраны в кровоток. Мы оцениваем скорость растворения лекарственного соединения с поверхности таблетки. То есть здесь у нас ванны, в которых поддерживается определённая температура, которую мы регулируем, то есть 25 до 37 градусов, 37 градусов близко к температуре человеческого тела. И вот в этом стаканчике находится необходимый нам раствор с кислотностью, которая моделирует кислотность жидкостей, находящейся в теле человека. Благодаря этому эксперименту учёные видят разницу в растворимости уже известных препаратов по сравнению с новыми формами лекарств. Добиться повышения растворимости позволяют кристаллические соединения, состоящие из активного вещества и вещества с высокой степенью растворимости. Сложность исследований заключается в том, что объект – многокомпонентный молекулярный кристалл. Обычные методы оценки концентрации вещества здесь не работают. Когда таблетка растворяется, и в растворе находятся два компонента, их надо понять концентрацию и одного, и второго компонента. И только благодаря жидкостной хроматографии мы можем оценить чётко и понять, как изменяется растворимость первого и второго компонента. На свои исследования в области фундаментальной и прикладной фармацевтики лаборатория регулярно получает крупные отечественные и зарубежные гранты. Это и поддержка Российского научного фонда, и европейский грант Марию Кюри, различные федеральные целевые программы. Сотрудники лаборатории получают стипендию президента, а их работы печатаются в ведущих зарубежных научных журналах. На сегодняшний день два опытных образца, разработанных в Иванове, находятся на биологических испытаниях в российских фармацевтических компаниях. Планы на будущее более чем амбициозные. Во-первых, мы хотим многие свои разработки внедрить именно на российской платформе, работая плотно с российскими фармацевтическими компаниями, чтобы инновационные продукты доходили до жителей России. Во-вторых, мы хотим создать на базе нашей лаборатории небольшой научный центр для решения проблем плохой растворимости лекарственных соединений. Одной из лабораторий института руководит директор Михаил Киселев. Разработки этой лаборатории позволяют получать сверхчистые формы лекарственных препаратов. Основное направление развития зеленой химии заключается в том, чтобы получать продукт без наличия в нем даже в следовых количествах вредных соединений, вредных растворителей. И вот, собственно, вот это направление, сверхкортическое, флюидное, технологии, так называемые, они связаны с тем, что в качестве растворителя используется вода и, например, диоксид углерода. То есть то, что мы привыкли ощущать, вдыхать, как составляющую воздуха, который дышим. Основа зеленой химии здесь – сверхкритические флюиды. Это определенные агрегатные состояния вещества, когда границы между жидким и гизообразным состоянием исчезают. Вещество получает свойства жидкости и газа одновременно. Работа ведется на специальной установке, сконструированной в институте. Перевести вещество в сверхкритическое состояние позволяет высокая температура, давление и некоторые иные факторы. В данную ячейку происходит загрузка активного вещества. Дальше с помощью системы поддержания давления и контроля давления мы создаем необходимые давления с помощью диоксида углерода внутри. Это как раз наш сверхкритический флюид. С помощью контроллера температуры мы создаем необходимую температуру, переводим флюид в сверхкритическое состояние. Дальше происходит внутри реакция, растворение, там что угодно. И с помощью ячейки, помещенной, если вы посмотрите, мы эту ячейку можем поместить внутрь. Таким вот образом. То есть я вам ячейку вот так вот покажу. Вот тут оптические окна, их прямо видно очень хорошо, отверстие. И вот через эти оптические окна проходит луч лазерный, возбуждающий. Он как раз находится там внутри. И проходя через оптическую ячейку, часть длин волн поглощается. И вот как раз по поглощенным волнам мы можем судить, что происходит с веществом, делать определенные выводы структурные, динамические характеристики можем снимать и так далее. Весомый вклад в развитие текстильной отрасли вносит лаборатория химии и технологии модифицированных волокнистых материалов. Здесь разрабатывают качественно новый подход к обработке хлопка и льна. Разработка ивановских ученых – оригинальный препарат на основе частиц серебра, который придает ткани антибактериальные свойства. Сфера применения состава весьма обширна – от носочно-чулочных изделий до медицинских повязок. Кроме того, при стирке антигрибковые свойства не снижаются. Там внутри сейчас происходит синтез наночастиц серебра. Все это происходит на воздухе, в чем отличие нашей технологии. То есть не требуется вакуум, не требуется продувка какими-то инертными газами. То есть все это происходит в достаточно простых условиях. И чем ценна эта технология? Предприятие, которое производит продукцию, например, ту же самую чулочную насущную, оно у себя прямо в лаборатории может производить этот препарат и обрабатывать. Такого в России нет. Здесь установлена машина для беления льна. Грубая и необработанная волокна за несколько часов превращается в белоснежный материал, пригодный для дальнейшего использования. Технология беления сама по себе не нова. Весь секрет в специальном растворе. На его разработку в лаборатории уходит не один год. Процесс достаточно прост. То есть мы сюда загружаем корзину с волокном. Сюда мы заливаем питательный раствор, рабочий раствор. И дальше все включаем и автоматически устанавливаем программу. И дальше идет вот обработка вот этого волокна нашим препаратом. Чтобы закрепить за институтом право на оригинальную технологию беления, разработку запатентовали. Ее уже активно использует Омская текстильная фабрика. Куда же дальше можно использовать вот это отбеленное низкономерное льно? Здесь несколько направлений может быть, но я расскажу о двух. Самое простое направление – это после очистки вот такой льно массы получение ваты, медицинской ваты из льна, которая обладает уникальными свойствами. Она белоснежная, она очень мягкая, она высокосорбционная и вполне может заменить хлопковую вату. И второе направление, оно наиболее перспективно, интересно и масштабно. Это изготовление на основе вот такой льно-волокнистой массы нетканых материалов. И здесь может быть очень различные варианты. Как изготовление вот таких тончайших нетканочек для косметологии, гигиены, так и изготовление достаточно плотных, толстых, вот таких нетканых материалов. Увеличение стоимости выпускаемой продукции, полагают ученые, после внедрения новых технологий быть не должно. А вот потребительские свойства текстильных изделий значительно улучшатся. Объекты наши основные, это и льно-волокна, и хлопок, раньше особенно много им занимались. И сейчас в большей степени может синтетические волокна, полиэфирные, полипропиленовые. Благодаря вот нашим исследованиям мы сейчас находим новые способы управления такими важными свойствами синтетических волокон, как гидрофильность, грязеотталкивание, фотоактивность, биологическая активность. Ну и хочется верить, что эти исследования найдут и какое-то практическое свое положение. Работа этой лаборатории посвящена довольно широкому разделу химии растворов. Научный интерес здесь представляют ионные жидкости. Широкое применение они находят в так называемой зеленой химии, то есть экологически безопасной. Яркий пример – суперконденсаторы, устройство для аккумулирования и накопления электроэнергии. Суперконденсаторы применяются для сохранения избытка той энергии, которая была выработана, предположим, в ночное время, когда ее потребление не очень велико, и потом подает эту энергию в дневное время, когда ее потребление возрастает. Научные разработки ученых в лаборатории востребованы во многих отраслях промышленности. В частности, отечественные нефтедобывающие компании обращались сюда с просьбой разработать необходимый раствор для тампонирования скважин. Кроме того, здесь же ведутся исследования, связанные с модификацией и совершенствованием литий-ионных аккумуляторов, получивших широкое распространение, как в производстве, так и в обычной жизни. Все блоки питания современных гаджетов, батарейки или автомобильные аккумуляторы работают на основе ионных жидкостей. Сегодня в лаборатории ведутся исследования так называемых гидравлических жидкостей. Для этого у нас в лаборатории ведутся исследования при высоких давлениях. Это, я хочу сказать, уникальное исследование, поскольку немного лабораторий в мире, которые исследуют жидкие системы при давлениях до тысячи атмосфер и выше. А вот такие исследования в нашей лаборатории ведутся. На базе института функционирует особое подразделение – Центр коллективного пользования научным оборудованием. Руководитель – доктор химических наук Сергей Сырбу. В его ведении около 20 единиц современной и дорогостоящей техники. Как такового центра, где были бы собраны все приборы, нет. Каждый закреплен за конкретной лабораторией. Доступ к приборам имеют не только сотрудники института. Образовательные, научные, государственные и коммерческие организации также могут решать свои задачи в этом центре. Это всевозможные спектрофотометры для снятия спектров видимого и ультрафиолета инфракрасной области. Это EMR-спектрометр, это дифрактометры, это приборы для термического анализа. Это всевозможное оборудование, научное оборудование для исследования поверхности вещества, определения размеров частиц. Оборудование наше не простаивает, загрузка оборудования более 80%, при требовании к ЦКП 70%. То есть наш центр довольно-таки интенсивно загружен. Самая дорогая установка, купленная институтом, EMR-спектрометр. Его стоимость порядка 15 миллионов рублей. Впрочем, цифра по научным меркам не астрономическая. Этот прибор позволяет исследовать молекулярную структуру вещества. Этот прибор также закреплен за центром коллективного пользования. Применяется он для термического анализа. На всю область такой всего один. Главный партнер института – химико-технологический университет. Обладает собственной богатой материальной базой. Прежде чем закупить оборудование, институт и университет договариваются, чтобы не продублировать аппаратуру. Главная проблема, уверяет руководитель центра, – это высокая степень износа установок. Денег, чтобы регулярно обновлять техбазу, нет. Институт химии и растворов Российской академии наук. Мы лишь краем глаза заглянули в его лаборатории. Показали преданных, увлеченных своим делом ученых-химиков, которые, пожалуй, творят здесь будущее. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова